Утка с вполне литературным именем Гоголь, птичка околоводная. А посему в национальном парке Русский Север гость частый. В границах парка располагается 106 озер. А значит, с питанием у водоплавающей птицы здесь проблем нет. Однако гнездится утка Гоголь на деревьях, в дуплах, а это, как оказалось, проблема. Поскольку территория у нас хозяйственно сильно освоена, то дуплистых деревьев мало. Соответственно, мест благоприятных для гнездования тоже мало. Вот весной на данном мастере в прошлом году мы видели около 25-27 пар Гоголей. Но гнездится не осталось ни одна. При этом задача национального парка входит сохранение биологического разнообразия территорий. Поэтому здесь, по утке Гоголь, работает специальная программа, содействие естественному размножению. А выглядит это, как обычный скворечник, только размером побольше. Это так называемый гоголятник или искусственное гнездо. Размеры данных искусственных гнездов составляют 70 на 30 на 30. Диаметр литка 10 сантиметров. Вот это расстояние должно соблюдаться очень четко. Потому что иначе из гнездовья птенцов могут вытащить и хищные птицы, и вороны, и другие хищники. Обычно гнездовья развешивают на деревьях вдоль берега, но не на открытом пространстве, а в прибрежных зарослях. Вешает гоголятник на высоте от 3 метров. Опять же, для защиты птенцов от хищников. Самка гоголя выводит через день или в день выводка. То есть, когда последний птенец вывопился из яйца, буквально, как только они обсохли, утка уже их выводит наружу. И они с такой высоты прыгают за ней и идут в воду. Развешивать искусственные гнезда придумали давно в Дарвинском заповеднике, который, к слову, тоже находится в Вологодской области. До затопления чаши Рыбинского водохранилища утка гоголь гнездилась в пойменных лесах с дубом, липой, осиной. Но это все затоплено оказалось, и гоголь остался без мест гнездования. Вот эксперимент этот проведен в Дарвинском заповеднике. Собственно, вот все спасение гоголя, оно пошло отсюда. И гоголь ни в какую красную книгу не надо стало заносить. Он нормальный охотничий вид, благодаря тому, что заповедник начал эту работу по развеске гнездови, а охотники это подхватили и стали по всей европейской части развешивать гоголятники. Таким образом, человек помогает природе справиться с последствиями своего же вмешательства. И если в заповедниках его нет по определению, то в национальном парке все сложнее. Что представляет из себя национальный парк «Русский север», чем отличается от Дарвинского заповедника? Почему именно в Вологодской области находятся сразу две особо охраняемые территории? Об этом и многом другом смотрите в программе «Заметки натуралиста». Все выпуски доступны на YouTube-канале Медиа-центра, на сайте 35Медиа и на официальной странице канала 12 ВКонтакте. Вера Гучеренко, Сергей Павлов. Новости.